Генерал Геннадий Кравченко перед церемонией возложения цветов к вечному огню делится своим жизненным опытом с молодыми ребятами из поисковых отрядов. Ему есть о чем рассказать. И в боевых действиях участвовал и руководил операциями по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Ветеран встретил начало Великой Отечественной войны в 7-летнем возрасте под Минском. Признается, вспоминать эти первые дни постоянных бомбежек очень тяжело, но и забывать о них он не имеет права. В День Победы как-то легче хочется говорить. Веселее. Так, тяжело. Ну, в 7 лет увидеть, что такое смерть. Как люди умирают. Когда нас везли по Минску горящему. Чтобы и другие помнили о тех страшных событиях, традиционно по всей стране в День Памяти и Скорби проходят торжественные мероприятия. В Самаре цветы к вечному огню пришли возложить губернатор Дмитрий Азаров, ветераны, военнослужащие, волонтеры, юнормейцы, неравнодушные горожане, члены правительства региона и администрации города. После возложения цветов все собравшиеся на площади славы почтили минутой молчания память воинов, погибших не только на полях Великой Отечественной войны, но и тех, кто выполнял боевые задачи специальной военной операции. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.